Вторая часть Марлезонского балета. Тот же комментарий, но сейчас хочу поговорить об эмоциональной стороне вопроса. То есть человек спрашивает, я делаю все видео, потому что, может, расскажешь причину, любила грузина, от любви до ненависти шаг. Так, я понимаю, что есть люди, особенно женщины, которые вот так мстят. Я сама это видела, да. Были русские женщины, которые плохо говорили об армянах, а когда я лично с ними пообщалась в интернете, они мне сказали, что это из-за того, что их бросил армянин. И вот теперь они честно говорят, мы ненавидим всех вас и пишем плохое. Я понимаю, что да, действительно есть такое, и поэтому вы говорите. Но, во-первых, эти женщины настолько ущербны, с такой низкой самооценкой, что они мстят человеку даже после того, как завершились отношения. Я этого не представляю и не понимаю. Для меня завершённые отношения остались очень-очень далеко. Тем более, что я давно уже замужем. Поэтому всё это так далеко и неправда. И мстить кому-то за что-то... И я никогда в жизни не встречалась с грузином. Никогда. Так что это совершенно не обо мне. И я считаю, что женщины, которые мстят своим бывшим, особенно мужьям, особенно когда у них есть дети, они настолько сильно вредят своим собственным детям, что действительно этих женщин надо лечить самих. Их головы надо лечить. Потому что они наносят своим детям глубочайшую травму. Очень часто женщины, которые разводятся с мужьями, у которых мужчины уходят к другим женщинам, у этих женщин настолько сильная рана в душе, что они своим детям говорят, что папа бросил нас. Папа больше не любит нас. Папа больше не хочет нас. Приплетая в эту ситуацию детей. И этим самым они наносят им большую-большую-большую травму на всю жизнь. Это очень такая детская позиция. Это очень такая эмоциональная позиция эмоционально-незрослого человека. Но этим самым они настолько сильно вредят своим детям, что эти дети никогда не вырастут полноценными людьми. У них всегда будет травма отвержения. Они не смогут добиться успеха. Они не смогут добиться даже стойких, нормальных отношений с партнёром, любовных отношений, потому что у них настолько сильная травма отвержения, что они всегда будут считать, что они недостойны любви. Даже папа меня не любил. Даже папа меня бросил. Поэтому меня никто никогда не полюбит по-настоящему. Родители, которые вот так себя ведут, женщины, которые так себя ведут, они в первую очередь преступники перед своими детьми. Поэтому, когда я человек, который так считает, и я человек, который считает, что только женщина, которая не ценит себя, только женщина, которую никто не ценит, может цепляться за отношения с бывшим человеком. А вы мне говорите, что у меня могло быть какие-то что-то с грузином, и якобы я могла через столетия, через тысячелетия, я такая древняя, мстить какому-то мужчину за что-то. Нет, я никому не мщу. У меня нет обид ни на кого. Никогда. Живите с миром, бывшие!